Канал с кровой и компьютерной тематика всегда стояли у меня на первом месте в топе подписок. Однако недавно мне посчастливилось посетить канал This Is Usly Games, где автору видео удалось совместить всё то, что мне всегда было интересно смотреть. Обзоры на игры, распаковки техники или просто обсуждение тех или иных событий и инфоповодов. В общем, ссылочку на канал Суслика я оставлю в описании под видео. Ну а мы начинаем. Всем привет, меня зовут Коин Микс, и в сегодняшнем видео я расскажу вам про топ-5 самых лучших автомобилей до 100 тысяч долларов в кроваволюте. Мой топ будет основан на моём личном мнении, и, возможно, кому-то он не понравится, и кто-то с ним не согласится, но это, опять же, моё мнение. Сегодня я расскажу вам про автомобили, которые богаты в плане тюнинга, в плане мощности и технологического значения. Автомобили, которые действительно интересны, очень прикольные. И имея небольшой бюджет, из 100-150 тысяч, из 100-150 тысяч, то ещё и страх всё прокачать. Ну что ж, мы будем тянуть резину, и давайте начнём. На 5-е место я поставил автомобиль с стоимостью 60 тысяч долларов, и у него имеются две разновидности, это кузовы и кабриолет, аналогом которого является BMW M3. Это Oracle Sentinel XS. Сентинал — это двудверный спортивный автомобиль с типом кузова-кабриолет, производимый специалистами, выдуманной немецкой автомобильной компанией Ubermacht, основанной на реально существующей немецкой компании BMW. Ubermacht Sentinel может похвастаться небольшим весом в 1400 килограмм, что, несомненно, поможет ему при выполнении разнообразных автомобильных трюков. Автомобиль имеет в целом неплохую скорость, однако тяжело назвать его выдающимся, да и ускорение далеко от Ubermacht Oracle. Но в целом Sentinel представляет собой качественный, хороший автомобиль. Это хороший выбор как для гонок, так и для повседневной наезды. Приобрести Ubermacht Sentinel можно за 95 тысяч долларов, а также версии купе за 60 тысяч долларов игровой валюты. Прототипом Ubermacht Sentinel в реальном мире является автомобиль BMW M3 E92. Немецкая мечта многих онлайн-игроков – автомобиль, которую любят фанаты стенд-стиля, и тачка, которую я снимал в своём стенд-собзоре – Benefactor Shoutweiser. Benefactor Shoutweiser – это двухдверно-спортивное купе, впервые появившееся в GTA 5 и GTA Online. Benefactor Shoutweiser оснащён мощным двигателем V12, объёмом 6,5 литра. Несмотря на такой мощный двигатель и сравнительно небольшой вес, динамика ускорения у машины весьма средняя. Она разгоняется с нуля до сотни за 7,5 секунд. Максимальная скорость у машины тоже не превышает средних показателей по классу спорткаров – 236 км в час. У машины задний привод и 5-ступенчатая коробка передач. Однако при этом Shoutweiser очень манёвренный и ёркий. Он обладает хорошей управляемостью, хотя иногда при поворотах в небольших скоростях может потерять сцепление с дорогой. Впрочем, если вы не гоняете за тупыми показателями, а просто хотите ездить на красивом и стильном спорткаре, способен в случае необходимости оторваться от полиции, Benefactor Shoutweiser будет хорошим выбором. Реальным прототипом этой машины является Mercedes-Benz C-класса AMG Coupé 2012 года. Эту машину можно купить за 80 тысяч долларов игровой валюты. Двухдверная тачка для чётких подзадчиков. Автомобиль, который покупает каждый второй новичок. И просто неплохой агрегат, который стоит ничего, точнее 0 долларов. LG RH8. На третьем месте. А не с LG RH8 это мощный спорткар, впервые появившись в GTA V и GTA Online. LG RH8 оснащен мощным двигателем V6 с турбонодубом, объёмом 3,5 литра. Отличная динамика разгона позволяет машине сорваться с весом и почти сразу же достигать его максимальной скорости. Машина берет 100 км в час за 4 секунды. Также благодаря полному приводу машина имеет отличную управляемость. Продуманная система распределения веса, вкупе с чутким рулевым управлением, позволяет LG RH8 прекрасно чувствовать себя при поворотах, даже на больших скоростях. При управлении LG RH8 на поворотах водитель не теряет контроль над машиной, ни на секунду, даже на огромных скоростях или дождь. Реальными прототипами Anis LG RH8 посвужил Nissan GTR, а также Infiniti G37 2008 года. Учить закраситься можно в качестве бесплатного бонуса от контента Rockstar Games и Social Club. В году онлайн машина предоставляется бесплатно всем членам от Social Club, играющим в консольную версию игры. Игра-конс ПК-версия предоставляет за неё 95 тысяч долларов. В обоих случаях она продается и дается бесплатно через интернет-магазин. Автомобиль, который является хорошим способом для выделения из толпы. Машина, которая внешне похожа на автомобиль Хана из форсажа третьего. Ну и просто хороший спорткар. Бравада Банши на втором месте. Бравада Банши – это не просто ещё один двухместный спорткар. Это настоящая легенда ГТА, появляющаяся в каждой игре серии со времён ГТА-3. Следуя своим старым традициям, Банши является одной из самых быстрых машин в игре. Несмотря на то, что по максимальной скорости она серьёзно уступает почти всем своим конкурентам, её великолепная управляемость и устойчивость существующая даже несмотря на задний привод, а также плавное распределение силы двигателя делают эту машину по-своему уникальной. Чтобы научиться мастерски управлять Банши, придётся привыкнуть к её своеобразному характеру. Но если у вас это получится, вы непременно найдёте права Банши одной из самых заслуживающих внимания машин ГТА-5. Банши оснащена мощным двигателем 8, объёмом 8,4 литра, снабжённым турбонадумом и обладающим мощностью 400 л.с. Довольно средний показатель для спорткара, но, как уже говорилось выше, главные преимущества Банши не в его мощности двигателя. Впрочем, разгон до 100 км в час за 3,7 секунды может и не показаться таким уж средним показателем. С другой стороны, Банши обладает самой лучшей тормозной системой среди всех машин в игре. Существуют также варианты Бравада Банши без крыши, а также модификации от Бенни, но они ничем не отличаются от обычного Банши. Реальными прототипами Бравада Банши послужили такие машины, как Dodge Viper SR и Dodge Viper ZB. Найти Банши можно в интернет-магазине за 105 тысяч долларов. И да, наверняка многие из вас скажут, что она стоит больше 100 тысяч долларов игровой валюты, но именно в момент записи этого ролика она продавалась неплохой скидкой, что позволило ей попасть на стоп автомобилей до 100 тысяч долларов игровой валюты. Томобиль, который является одним из самых лучших в представленном нашем топе, тачка которой является весьма красивой и не менее мощной. Также машина с довольно специфическим названием «Комета» возглавляет первое место нашего топа. Фестер Комета – это спортивный патриолет, побывавший почти неизменным в большинстве игр серии GTA и теперь доступных в GTA V и GTA Online. Комета настолько похожа на всем известный Porsche 996, что почти очевидно, какой хотели сделать свою машину разработчики. В GTA V Комета обладает великолепной диваномникой разгона с 0 до 100 за 4,1 секунду, очень высокой максимальной скоростью вплоть до 245 км в час и одна из лучших среди спорткаров – тякость. Однако задний привод вкупе с легким весом и склонностью к пилянию делает эту машину не самым популярным среди игроков, иду недостаточной или не слишком удобной управляемостью. В реальности портативом для этой машины, как уже упоминалось выше, является Porsche 996 и его различные модификации. На Тифестер Комет можно в районе Рокфорд-Хиллз, а также иногда на стоянке возле Лос-Антос Кастомс в Бертоне, или можно просто купить её через интернет-магазин за 85 тысяч долларов в одиночном режиме и за 100 тысяч долларов в GTA Online. Ну что ж, на этом наше видео подходит к концу, если честно, я уже завёртся. Не могу говорить внятно, слова закинаются, поэтому записываю их в отеле. Я ещё раз поблагодарю всех за просмотр, не забывайте писать в моих стариях ваши предложения и топы, и автомобиль, который возглавленный бы ваш топ. Также, если на этом видео наберётся 25 лайков, то бы я обязательно стремил продолжение, где я расскажу вам про ещё 5 автомобилей, которые могут быть до 100 тысяч долларов, которые выражаются не менее красивыми, мощными и привлекательными. С вами был Хвой Микс, я благодарю всех за просмотр. И если подобный формат видео вас устраивает, то обязательно пишите в комментариях ваши предложения для съёмки. Мне очень нравится снимать на открытой местности, и надеюсь, вам понравится тоже подобный формат и подобная тематика данных видео. Ещё раз, с вами был Хвой Микс, я благодарю всех за просмотр. Всем удачи, всем пока. Я пошёл пить чаёк, собирать вещи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...